Здравствуйте! Наконец-то рассвело. Какими же короткими стали дни. Конец ноября, скоро декабрь, а потом всё опять вернётся на кудись своя. Бонифаций вырвался на прогулку. Подрагивая, погрузив лапки в снег, пытается явно слепить комочек. Нет, Боня, хороший минус. Снег нелипкий, и что-либо из него сейчас ваять занятие неблагодарное. Хорошо бы перед Новым годом перешло на плюс, и можно было бы что-нибудь затеять, типа снежной скульптуры. Ну что? За что ты на меня нападаешь, охотничек? Вон, иди на виску поохотиться. Так, а мне сейчас таскать воду, дровишки, ну а затем пройтись по деревне, посмотреть, что и как. Так, а чем эта висенька занимается? Сейчас, ну что, до кари, она работает. Так, а что это там около кормушки-то пристроилось? Оп, на кого гав? Вися, я сюда только что клала орехи. Так, по-моему, их стало несколько меньше. И как это понимать? Ты мне это прекращай. Мне и так приходится орехами с дятлами делиться. Мы довисто не дотянем преподобным потребление. Уж на тебя-то я точно не рассчитывала. Что, Бонь? Воришка, что ты на меня лапами лезешь? Я говорю, я с тобой играть не буду. Вон, к Боньке приставай. Ну что, давайте я вас выпущу за калитку. Кот, беси нельзя. Так, кому сказала? Это птица. Нет, не хватает тебе чего-то в организме, да? Перестань. Не делай так больше. Идите-ка с Катькой погуляйте. Потом я к вам присоединюсь. Кари, пойдем. Странное дело. Родиона нет. Все, вперед. На променад. А у нас еще одна примета зимы. Вчера уже в темноте. А, вон наваляется. Проехал трактор. Да, это уж точно. Примета. 20 ноября выпал первый хороший снег. И вот теперь уже чистится тракторами. Что удивительно. Я Лешка не просила. Так зовут нашего тракториста. Они вместе с отцом и работают. Но оттого вчера в деревне не было. Он ни с того ни с сего разгреб мою парковку. Я была просто тронута до слез. Ну, правда, сейчас предстоит взять лопаточку. Еще немножко поорудоваться. Конечно, все здорово. Но надо придать ей как-то более приемлемый вид. Подобные барханы как-то не особо смотрятся. Но все равно спасибо громадное. Мне остается расчистить небольшой кусочек маленькой парковки для автолавки. Но это тоже много времени не займет. Ну, а Бонечка также вышел прогуляться. Вероятно, домой мне загнать его удастся не скоро. Что, мяу? Все ушли гулять. Пойдем мы домой. Ага. Он решил со мной поиграть в салочки. Ну уж нет, мой дорогой. Надо вот таскать. Кари явно собралась сделать заначку. А за ней наблюдали. Малыш, давай, пока никто не видит. Давай. Я их отвлеку. Так, ну и где котик? Пойди поищи. Вот. Как всегда, спрятать вкусняшечку на черный день. Ну, надеемся, что он никогда не наступит. Эх, как еще недавно. Бонька здесь скакал, играя с виской. А теперь все покрыто снегом. Ну, а тут он уже тоже явно побывал. И куда теперь запропастился? Ну, как всегда, на льду. Чего-то нашел и начал развлекаться. Что там у тебя? Ага, сгинул. Ну, явно какая-то шишка, которую принес дятел и не доел. Эх, последняя водичка. Заледенели мои водоемы. Срезанный остаток гирисов. Остался рогоз. Ну, до него у меня руки не дошли. Зима. Действительно, наступила настоящая зима. Ну, сантиметров 12 снега у нас точно уже выпало. Нет, все-таки она не закапывала, откапывала вкусняшку. А может быть, просто решила перепрятать. Так, скачки продолжаются. И это явно надолго. Да, Веся, сложно поймать Бонифаса, если он того не желает. С телепортирующим котом всегда возникают проблемы. Ну, вот, наскакали с уручья. Веська проголодалась. Кстати, кормить теперь оставляю и на ночь на крылечке. А вдруг, действительно, кошка-воришка шашлыка появится для того, чтобы чем-то насытиться. Искать ее по деревне не имеет ни малейшего смысла. Тем более, если она с котятами. Есть у нас заброшенный старый сеновал у опустевшего дома. Но, скорее всего, она находится там. Если ей надо поесть, придет и ночью полопает. Ну, сейчас все уминает Веська. Скоро ее сменит Каря. Но, какая же тут трапеза, если надо выковыривать из штора Бонифаса. Угу. 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 Ха-ха-ха-ха. Горающая лапа. Нет, все не так просто, Весяндр. С таким оппонентом, как Боня, не забалуешь. Оригинальный вариант для прикрытия. Ха-ха-ха. И в случае чего всегда можно заскочить на кресло, которое я сделала из макушки обломанной елки. Угу. Угу. Вот давайте мне еще штору раздерем. Честно говоря, ее постирать летом забыла. Но от снега она хорошо все-таки защищает. От ветра также. Поэтому еще повисит. Так. Ладно, можете продолжать хулиганить. А мне надо брать лопату и приводить парковки в порядок. Хотя девушка там уйти, если такое деется. Так. Ха-ха-ха. Ладно, развлекайтесь. Ой, пока я возилась с лопатой. Веська бесила, что с Бонифацием, которую скользнул под соседский дом. Он в отдушине сидит. А я затем переключилась на каре. А та и рада. Как будто бы не помню, как вчера подвернула во момент таких же игрушек лапу. И некоторое время даже прихвамывала. Но носились они сейчас по полной программе. Нет, все. Охладела она к тебе. Одной пробежки было достаточно. Однако нет. Я ошибалась. Смотри, лапку не подверну. Тише, тише. Молодцы, молодцы. Веська, это макака вылитая. О, волчок. Все. Нет, этот объект интересней. Старикан идет. Как бы на него кот не напал. Этот может. Ну что? В солидный дом прогуляемся. Ник вчера вела стрим. Уже уходя, вспомнила, что забыла кость прихватить. Ее же идея была подобная на дерево приделать. Ну вот, постучала в окошко, выдала ей косточку. Мне интересно посмотреть, как она ее приладила около своего дома. Раскланивание хвостами, повиливание, понюхивание. Волчок не надо. Я знаю, что ты хочешь сделать. Язык. Да, он как-то раз пометил. У кого-то лапки соседские санки. Мне пришлось потом пластиковые пакеты доставать для того, чтобы накрыть окропленное место. Ну, есть у него такая привычка. То на колесо, то еще на что-либо. Ну, хорошо, хоть свое спасла. А главное, перчатки. Ну вот, стоило отойти от калитки, и прям присоединилась вся компания. Да, а Ники-то, оказывается, даже дорожку почистили. Интересно. Она договаривалась или нет? Я-то, например, точно не просила и чистить парковку. Ну, вот это здорово. А я думаю, скоро опять придется лопату брать и идти с нее. Что? Не в лесу. Идем недалеко. Лишь бы повод похулиганить. Один громко, другая шустро. Вот она, панорама Савинова дола с веранды. Повисла кость, засыпаны кормушки и даже орехи в очаровательной плошке, которую, правда, не явно вырезала. Вот интересно, дятел к Ники уже прилетал или нет? Не успела спросить. А что до дороги? Так, оказывается, она не просила ее чистить. Лешка сам провел инициативу, и спасибо ему за это огромное. Однако надо, как сказала Ника, повесить какие-то вешки около елочек, которые я когда-то посадила, с тем, чтобы они были сохраннее. Ну что ж, пойти отведать кофейку. Тем более, что он уже явно поспел. Слушай, а ты из пакета насыпаешь кофе или из банок? Из банок. Я начала из пакетов. И ты представляешь, стоит мне взять пакетик в руки для того, чтобы насыпать. А, кот пиши же. Ладно, кот, Виська подбегает. Потому что ей вечно какая-нибудь вкусняшка из пакетика перепадает. А кариум я каждый раз, когда я наливаю себе, клянчет кусочек сахара. Знаю, что уредно, но ты знаешь, у нее такой взгляд. Нельзя давать. Ну, один кусочек-то. Нельзя вообще. Давай ей что-нибудь другое. Посмотри ей в глаза. Если ты хочешь сохранить жизнь своей собаки, смотри ей в глаза. А я для нее пересыпаю в банки всегда. А, чтобы не шуршать? А, что, неудобней. Да, наверное, я тоже так буду делать. Впрочем, был бы повод угостить. Кстати, мне на хвоста мог сесть банифаций. Ну, он сюда не заглядывает. Со мной пришла вся свора. Виська вроде... Не видишь, откуда вот, где пластик заканчивается у елки, а дальше на сетке снег. Вот с сетки его надо счистить. Так нет, елка? Нет, там лед. Я сейчас елку домой занесу и буду уже ковырять там. Угу. Вот, не знаю. А лестницу ты забрала, да? Надо сначала наступить. Ну, я могу тебе ее принести. Забирай. Она на пару делений. Только сложно. Кстати, оказывается, я ее не той стороны поставила. Низом вверх. Удивительно, что мы с тобой не навернулись. Мне, кстати, сегодня об этом только написали. В следующий раз надо будет быть повнимательнее. Ну что, похолодание и солнце обещают. Сегодня ночью минут 10. Угу. Топить надо пораньше начинать. Ладно, берем кофе. Слушай, я сейчас чуть-чуть Тамаре позвоню. Она вроде в Вязьмах поехала. Надо ее попросить, Сава посмотри. Вот. И на мою долю тоже, пожалуйста. Обнаружила пробирающегося по стеклу мотылька. Оказалось, что это злотоглазка. 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 Ну, зафукуси она у тебя. Ну, зафукуси. А ты так не сделаешь, потому что все она у тебя. Ладно, не мучай. Вон там еще сидят. Их очень много здесь. У меня нету. Ну, тыкни пальцем-то в кружочек. Тыкнула. Вот. Я к ним нормально отношусь. Артем с ним бесится. Ну, это же не мухи. Ну, они же пришли домой зимовать. Все улеглись спать. Как на чердаке. А тут, когда Егор приезжал, я полезла на чердак, чтобы достать эту аэродромскую куртку. Большую, желтую мою. Серега как раз был. И вечер темно. Я спускаю куртку с чердака, скидываю. А она оказалась полная сонных мух и этих злотоглазок. Прям ковром вот так вот из нее все. Серега я схватил, побежал на улицу вытряхивать. Я быстро пылесосить, пока все не проснулись этим ухи. Ну, часть разлетелась. Вот. Ну, в общем, они все улеглись спать в эту куртку. А ты знаешь, вот во всех домах, где есть второй этаж или вот такой... Ну, вот та вот слой мух. У меня на чердаке вообще мух нету. Потому что он у тебя промерзает. Почему? Они там есть просто, ты их не видишь. Возможно, но... Они все наверняка под камыш залезают и под этот, под щепу. Ну, на полу никого и ничего. Они не должны быть на полу. Ну, как-то замечательно. Выходит, не зря камыш повесил. Вот. А они все были в куртке. И мы их из куртки, в общем, вот так выпихнули. Теперь вот часть здесь ползает везде. Морошка мух ест, а этих не ест. И вот зато синицы их пытаются достать. Да, весело у вас здесь. Мороша вырвалась на снежок. А Веся спряталась за курганом. Давай, давай, Морош, лови. Ага. По следу пошла. Мороша иди сюда заходи. Морош, вот она. Ой, кошка, блин. Встретились два одиночества. Веська сегодня уже наносила. С Искарией и с Бонькой. Кстати, они вчера доигрались настолько с Карькой, что вот а лапа подвернула. Но сегодня все замечательно. Веська с жалкими паскуливанием, пускай пытается разкочегарить мороженую игру. Та предпочитает обороняться. И за всем этим наблюдает ёлочка, которую сейчас должны торжественно занести в избушку. Точнее, не в мою избушку, а в некий домишко. Изба это уго-го, а домишко... Ха, так. Маленькая мелочь. И вот торжественный вынос ёлки. Сидела поначалу, придерживала веську. Так, Радик, ты не прав. Так, только вещки дозволены здесь резвиться. Да пункт сидит вроде нормально. По-моему, Радику тоже хочется поиграть с мороженой. Ой, как вы здорово смотритесь. А, он этот, побаку стоит. Родион, так не понимаю, еще смотрится, с кем и забавляется Веська. Он с морожкой еще не знаком. Хорошо идут. Тебе бы еще коромысло на плечо вместо совы. Здорово смотрелось. Так, ладно, пустенько заносит ёлку, а я с малышами побуду. Мало ли, все-таки, если Родион забрел на территорию, не знаю, что там. Вот сколько она может так носиться, а? Морожка занимает выжидательную позицию, готовится к решающему броску и точной атаке. А Веська, ну, действительно, шила в заднице. мы с ней друг друга повторяем. Еще одна атака. Так, надо переместиться поближе к крыльцу, чтобы некий было проще морожку потом отлавливать. Пойду-ка я. А, надо же, выдохлась. А чем уши за сугроба торчат? Ну, будем надеяться, что это небольшая пауза. Нет, пауза была непродолжительной. Ну, поиграй, ну, поиграй. Прямо мольба в попискиваниях. Морожка гордо уходит в дебри. Тем самым, не давая Вися, Вися большого диапазона для перемещений. Занята недолгая выжидательная позиция. Ну, что, набегалась? Домой пора. Мне еще деревяшку болгаркой обтачивать. Вот оно, принудительное обрушение лавины. Вот для чего нужен капюшон. Да, налить образовалось как на сетке, так и на поликарбонате, где у елки закрытое помещение. И клюква вроде бы успокоилась. До этого она порхала на своей присаде. Ее явно беспокоили звуки. Проще, чем я ожидала. А? Проще, чем я ожидала. Я обычно подобные на диком винограде швабры делаю. Тут же все в альбе. А тут останется снежная пелена. Ну вот, не знаешь броду, ищи методу. Так, а я без шапки. Пойду-ка я отсюда. А то меня сейчас тоже львишками окропят. Птичь от собак, которые отправились со мной, и все, кроме Радика и Львишки, находились на участке, бы нефаций следил за порядком около дома. Ну, полагаю, что не только за порядком, сколько птичек гонял. Да, большой любитель. Ну, а кроме того, ему же запретили с морожкой играть, потому что он ее куда-то уводит, да? Впрочем, около дома есть чем развлечься. Ничего, скоро все забудется. Игрища будут продолжаться. Так, а мне пора доставать болгарку и заниматься своим очередным объектом из деревяшки. Ну что, нагулялась? Сейчас еще куфром положу. Мать, ты тоже у меня выгульный уже. Пойдем спать. Да, да, пора, пора. Тихий час у кота должен начинаться. Ну, сначала еще немножко повалять дурака. А весе неутомимо. Вот теперь кто с морожкой-то играет. Даже с шторой предмет развлекаловый. И вот такая кутерьма деревенская продолжается от рассвета до заката. Ну, а что дальше? Я расскажу в следующий раз. Всего хорошего. До свидания.